Здравствуйте, это Открытая студия. И сегодня у нас в гостях депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин. Здравствуйте, Юрий Вячеславович. Добрый день. Юрий Вячеславович, для начала давайте поговорим о грядущих выборах 13 сентября. Объявлено досрочное голосование в ряде регионов и некоторые из них протестные, очень проблемные для власти. В связи с этим, какова расстановка политических сил в этих регионах? На самом деле, я думаю, что для власти сейчас нет ни одного спокойного региона, потому что и отношение к проводимости социально-экономической политики, и все проблемы, связанные с изменением действующего законодательства. И несколько лет назад, вы знаете, была проведена вот эта так называемая пенсионная реформа, во многом пенсионное ограбление. Это все, конечно, сказалось на авторитете власти, потому что население надеялось, что страна будет развиваться, что те, заявленные президентом Российской Федерации, задачи вхождения в пятерку наиболее передовых экономик мира, когда реализация комплексной программы развития страны не будет реализовываться. На самом деле, последние пять лет идет падение уровня жизни населения, рост безработицы, действительно колоссальное имущественное расслоение. Поэтому для власти каждый регион является проблемой. Понятно, что они в ручном режиме делают все, чтобы сохранить эту власть. Они меняют избирательное законодательство в угоду партии власти «Единая Россия». Ну вот завершение парламентской сессии ознаменовалось как раз вот этими изменениями. Были сказаны слова о том, что, дескать, эти все изменения исходят из интересов людей, потому что пандемия, поэтому людям привычно и очень понравилось голосовать несколько дней. На самом деле, это все профанация. Это удобно для власти, для того, чтобы манипулировать и административно-зависимыми избирателями, ну и, конечно, мы опасаемся массовых фальсификаций и подтасовок при трехдневном голосовании. Ну а с другой стороны, конечно, понимая вот эти сложности, власть делает все для того, чтобы наиболее сильных кандидатов вообще не допустить даже до выборов. Наша партия в этом году впервые столкнулась с нерегистрацией пяти кандидатов в губернаторы, причем я хочу сказать, что все из них могли иметь реальные шансы на избрание губернаторами. Это и Камчатка Валерий Быков, это и Севастополь Роман Кияшко, Еврейский автономный округ Максим Кукушкин, Вадим Гришков, который выдвигался в Ленинградской области, и Олег Михайлов, Республика Коми, он был одним из лидеров и остается одним из лидеров вот этого протестного движения за сохранение русского севера в первозданном виде против вот этой свалки ШИЭС, которая организовывалась на территории Архангельской области, ну, конечно, затронула соседние регионы, поэтому были выбиты сильные кандидаты. Причем наша партия всегда выступала против того, что вводился муниципальный фильтр, и мы считаем, что он должен быть отменен. Почему? Потому что в свое время муниципальный фильтр вводился как инструмент недопущения во власть представителей криминала. И власть, вы посмотрите, выступление Государственной Думы, представители Единой России, они так и говорили, он вводится для того, чтобы не пустить криминал. Они говорили о том, что денежные мешки могут пытаться скупать голоса избирателей и нарушить нормальное ведение избирательной кампании. Но посмотрите теперь на тех кандидатов, которые были недопущены. Они все депутаты, никто из них не является никакими бизнесменами. Это яркие общественные деятели, руководители своих фракций. То есть это фильтр муниципальный не против криминала и олигархического крупного бизнеса, который рвется во власть, а против, значит, оппозиции, которую под надуманным предлогом пытаются не допустить до выборов. Поэтому, но власть недооценивает настроение людей. И самое главное, сейчас каждый регион и каждый муниципалитет для власти станет проблемным, потому что они на самом деле не могут предложить никакую повестку развития не только страны, но и конкретного региона и муниципалитета. Поэтому, несмотря на все сложности, мы очень активно идем в эту избирательную кампанию, мы боремся, мы отстаиваем наших кандидатов и уверены, что правда на нашей стороне. А почему именно КПРФ? Вы правильно заметили, в пяти регионах из 18 отказали в регистрации кандидатом. Но нельзя сказать, что КПРФ за последнее время как-то радикализировалась. С чем это связано? Во-первых, я недавно читал даже движение «Голос», организация «Голос» сказала, что КПРФ реально единственная оппозиционная сила. Господам из «Голос» только сейчас стало это известно. Мы давно и все прекрасно понимали, что реально альтернативная действующая власть — это КПРФ, широкий фронт народно-патриотических сил. Потому что все остальные политические силы в той или иной мере или подыгрывают власти, или занимают такие либерально-маргинальные позиции в политической системе. КПРФ — это та сила, которая реально представляет интересы большей части избирателей. У нас есть своя программа, у нас есть четкая идеология. Мы считаем, что капиталистический путь развития России привел Россию к кризису, и будущего при сохранении нынешнего курса нет. Предлагаем альтернативу, социалистическую альтернативу, общественной справедливости. Мы говорим о необходимости разных форм собственности в нашей стране. Но, конечно, государство должно играть ключевую, регулирующую, планирующую роль. Есть мощная и сильная команда у КПРФ, как на федеральном уровне, так на региональную. То есть это готовая политическая сила, которая может взять ответственность за развитие страны, за развитие конкретного региона на себя. У остальных политических сил, кроме власти, со всем его административным аппаратом, таких возможностей нет. Поэтому, конечно, бьют против нас, работают против нас. У населения идет разочарование представителей действующей власти. И, конечно, они будущее связывают с движением социальной справедливости и созидания, которые предлагаем мы, коммунисты. Ну и, конечно, надо понимать, что мы наиболее твердые и четко заявляли принципиальные позиции, связанные с пенсионным ограблением населения и против всех вот этих инноваций, которые власть делала в социальной сфере, введение увеличения НДС, значит, мы заняли принципиальную позицию и по Конституции Российской Федерации. Причем, вы должны четко понимать, КПРФ всегда выступал за изменения Конституции. И когда в начале этого года президент сказал о том, что нужна конституционная реформа, мы активно подключились к этой реформе, потому что наработали большой потенциал связанных с предложениями, которые должны войти в текст основного закона. Но, к сожалению, да, большая часть наших предложений не были учтены. Ключевые вещи, которые могли бы все-таки изменить путь развития страны и перевели бы его на все-таки рельс социальной справедливости и развитие государства. Но власть отказалась возвращать пенсионный возраст, который был до этого установлен, власть отказалась вводить статью, которая позволяет определить, что природные ресурсы нашей страны служат интересам населения. Власть отказалась менять статью, которая говорит о возможности частной собственности на природные ресурсы, на земли и так далее. Власть отказалась проводить судебную реформу выборных судей, закрепить прямые выборы. Вопросы связаны с социальной политикой, связаны с поддержкой населения. То есть целый комплекс вопросов, которые мы предлагали, они в целом были отвергнуты. Хотя да, там ряд моментов вошло и связаны с развитием медицины, экологическая тема. Но с другой стороны, мы с одной стороны поменяли Конституцию, вроде бы они эти нормы должны заработать, но на практике, в том числе через те законопроекты, которые внесла Единая Россия на окончание парламентской сессии, они противоречат в том числе и общим посылам Конституции. Ну и, конечно, наша партия выступила против того, чтобы произошло так называемое обнуление. Потому что это вот такая вот совершенно с нашей точки зрения антидемократическая норма. Поэтому, конечно, население увидело, что есть реальные альтернативы. Она увидела, с другой стороны, это не просто против всего, а совершенно конструктивные программные позиции. И когда, например, шло голосование по Конституции, мы предложили альтернативно свои поправки. Только в сети интернет, на площадке, платформе более 600 тысяч человек поддержали наши поправки. А в наших региональных отделениях мы открыли более 2000 пунктов голосования. И это миллионы граждан, которые поддержали наши ключевые предложения. Поэтому вы понимаете, что имея программу, имея такую сильную команду, имея конструктивные предложения, не самый главный опыт созидания как в советское время, так и опыт созидания в нынешнее время. Там и красные губернаторы в 90-х, 2000-х, которые фактически сделали многое для сохранения нашей страны как едином государстве. И практика народных предприятий сейчас. И эффективная работа губернаторов-коммунистов, которые подвергаются давлению. Тот же Левченко в Иркутской области, Элька Навалов в республике Хакаси. Поэтому вот сила. Все остальное не представляет угрозы власти. Все остальные партийки, которые сейчас создаются, они во многом связаны с тем, что надо или оттащить голоса у нас, или же просто играют для получения какого-то количества мандатов. Нам важно не количество мандатов. Мы боремся за власть. Это принципиальное отличие. Поэтому нас бьют, на наш актив оказывают давление. Но это такая политическая борьба. То есть власть чувствует себя недостаточно уверенной. Или можно сказать, что это такая отместка за столь твердую позицию по поправкам? Да нет. Это такая стратегическая борьба уже на протяжении многих лет. Вы понимаете, а какая может быть уверенность, когда власть в году ситуации меняет свои планы. Когда принимается стратегия 2020 в 2008-2009 годах, а эта стратегия 2020 полностью не реализована. То есть население уже разуверилось во всех обещаниях, которые дается власть. Самое главное, что свойственно нашим жителям, русскому человеку, это все-таки вера в будущее, перспектива. То есть мы можем сейчас жить не просто, но верим, что страна будет развиваться. К сожалению, вот это вот падение уровня жизни 5 лет подряд, совершенно отсутствие возможной самореализации для молодого поколения. Там несовершенство правовой системы судебной реформы просто назрело и бесправие на себя чувствует. Каждый гражданин, наверное, Российской Федерации. Все это отбирает у населения веру в будущее. А если нет веры в будущее, нарастает апатия, агрессия, непонимание. И люди пытаются найти тот путь, который позволит развиваться стране, региону, конкретному человеку, бороться за светлое будущее своих детей. И вот вырастает альтернатива. Альтернатива — это КПРФ. К нам все больше приходит людей с, возможно, разными политическими взглядами, на которые считают, что именно путь справедливости и социализма являются ключевыми за этой стороны. И, конечно, власть увидела в лице КПРФ серьезную угрозу. Но мы готовы принимать этот вызов. Мы уверены в твердости своих рядов. Мы занимаем принципиальную государственную позицию по вопросам развития страны. Поэтому это будет вот такая борьба. Она будет, эта борьба, нарастать. — Могут ли вот эти все социально-экономические причины, которые вы перечислили, вкупе с размыванием выборной процедуры, с вытеснением КПРФ из электорального процесса, спровоцировать митинги, какие-то протесты, несистемные, может быть, даже, как в ШИСе, например? — Слушайте, ну, во-первых, вся экономическая политика, она вообще с нашей точки зрения ущербна. Вот посмотрите, готовится обсуждение уже на осенней сессии по праву бюджета, принятия бюджета на 2021 год. Посмотрите те первые предложения, которые финансо-экономические блок правительства, возможно, внесет в Государственную Думу. Это сокращение расходов, хотя, в принципе, несмотря на все вот эти вот эпидемиологические мероприятия, все-таки запас прочности и есть. И я могу сказать, что, например, за валютный запас страны они достигли максимальных размеров, там, 600 миллиардов долларов, да, но нам предлагают секвестировать. Что предлагают секвестировать? Секвестировать здравоохранение, как ни странно, да, говорили, создавали, хвалили, развивали, а нам предлагают там секвестировать здравоохранение. Нам предлагают уменьшить количество средств, которые пойдут на образование. Здравоохранение и образование — это как раз та социальная среда, в которой живет человек, без чего он не может обходиться, да, без качественного, бесплатного образования и своевременной медицинской помощи. Дальше предлагается сегвестировать программы, связанные с развитием Крыма и Дальнего Востока. Это действительно такие ключевые направления развития и прорыва нашей страны. То есть, с одной стороны, есть заявления и обещания, с другой стороны, реальная политика. Ну и, конечно, когда еще зажимают свободу слова, когда у населения пытаются отобрать право выбора, когда снимают кандидатов, когда против неугодных губернаторов, которых на прямых справедливых, честных выборах стали губернаторами, устраивается информационная, юридическая и уголовная давиловка. Посмотрите, сколько лет, я бы даже сказал, информационно с утра до вечера полоскали грязью Левченко. Хотя он многое сделал для развития Иркутской области, и бюджет развития, и планирование. Да я только что вернулся из Иркутска, могу сказать, что в команде Левченко очень положительные отношения граждан. Посмотрите, какой протест поднялся в Хабаровске против того, что был арестован Фургал. Мы не хотим, не надо и не собираемся, наверное, здесь разбираться в юридических аспектах, но население восприняло это как попытка отобрать у них право выбора, да? Потому что тот же Фургал на протяжении полутора лет после избрания подвергался массированной информационной кампании, отсутствию поддержки со стороны федерального центра. Такое же давление информационное продолжается на нашего губернатора Валентина Коновалова. Я вот на мои тут сейчас обращения подписал и к руководству генеральной прокуратуры, и представителям СМИ. Когда государственный телеканал, который вещает на регион, активно призывает к действиям властей, которые не должны, условно говоря, заботиться о здоровье старшего поколения 60+, 65+, на федеральном уровне президент об этом говорит, все говорят, надо поберечь, надо обеспечить социально, а они начинают критиковать Коновалова, дескать, он не дает людям свободно общаться, свободно чем-то заниматься и так далее. Это полная белиберда. Находят просто какие-то фейковые истории и пытаются реализовать. Вот это вот для людей это вызывает раздражение. Поэтому вот такие события, которые происходят в Хабаровске, они перманентно могут возникать где угодно. Например, вот мы считаем, что мы и власть предупреждали, что вот это антиправовые процессы по снятию наших кандидатов в Ульяновске могут привести к серьезному, так сказать, протестному движению в этом регионе. И мы на выходных провели большой митинг. Эти митинги будут продолжаться, потому что требуем восстановления. Кстати, сейчас стояли суды. Четыре суда по нашим апелляциям в двух комросс Сурайкина сняли иски. Два решения суда оставили в силе, суда первой инстанции, хотя есть практика Верховного суда Российской Федерации. Поэтому сами создают рукотворные проблемы, не понимая, что с населением надо все-таки вступать в реальный диалог, а не закручивать гайки. Пока мы на своем активе, на процессе, связанном с введением избирательной компании, чувствуем, что власть в большей степени закручивает эти гайки и не готова идти к реальному диалогу с людьми. В стратегическом плане это может привести к печальным последствиям. Но насколько эффективна парламентская борьба? Или все-таки несистемные вот эти вот какие-то столкновения, они точно будут? Ну, смотрите, парламентская работа, она важна. И мы считаем, что несмотря на то, что Единая Россия доминирует в Государственной Думе, и многие даже единороссы, опустив глаза, принимают вот эти вот антинародные законопроекты, все-таки Госдума это площадка, площадка для разработки инициатив, законодательной практики. Мы внесли большой пакет изменений и предложений как в избирательные законодательства, по демократизации избирательной процедуры, так и важнейшие законы, связанные с социальной поддержкой населения, например, детей войны. Мы в Государственной Думе разработали пакет законопроектов, который позволяет наполнить бюджет, предложили, обосновали необходимость введения в стране прогрессивной шкалы налогообложения, внесли законопроект о национализации, власть его отвергла, но могу сказать, что в большинстве западных стран этот закон есть. Если есть закон о приоритизации, то у государства должны обратно быть инструментарий национализации. Но, к сожалению, парламентское большинство выражает интересы крупного капитала, полностью получает команды со стороны федеральной власти, ну и реализует вот эти полномочия. Поэтому сочетание парламентской борьбы на всех уровнях, у нашей партии более 11 тысяч депутатов всех уровней, с уличной протестной работой, она действительно может приносить успехи. Ну и самое главное, любую избирательную кампанию нужно воспринимать не только как выборы, но это и возможность общения с людьми, донесения для людей своих идей. Да, избирательное законодательство постоянно меняется. Я вот недавно в Центр-избиркоме выступал по поводу последних изменений электронного голосования, трехдневного голосования, сравнил вот это все попытки, вот это латание избирательного законодательства с Крыловским Тришкиным Камфтаном, да, помните, когда прохуделось, он рукава отрезал, потом увидят, что все смеются, рукава отрезал подол и вообще вызвал смех. Вот, к сожалению, население все больше и больше уже такие, возможно, даже смех сквозь слезы, но смотрит на вот эти вот такие, значит, ущербные попытки власти, меняя правила игры постоянно, сделать удобно для себя. Но я уверен, что если большинство населения будет ходить на выборы, не 20%, не 25%, не 30%, вот когда 25-30% приходят, то очень хорошо манипулируют. А когда реально приходят 60-70%, то власти начинаются колоссальные проблемы, потому что большинство не приемлет нынешнюю политику. И тогда кандидаты от оппозиции, в первую очередь ТПРФ, достигают победных результатов. Таких победных результатов в ближайшее время мы, я уверен, и на сентябрьских выборах обязательно достигнем. А можно ли сказать, что вот эти сентябрьские выборы, это генеральная репетиция федеральных выборов 2021 года? Вся вот это размывание избирательной процедуры, они же еще хотят наблюдателей региональных убрать потом, впоследствии. Ну да, ну смотрите, конечно, это цикл избирательный стоит в преддверии федеральных выборов, от этих федеральных выборов много будет зависеть в стране, потому что будет фактически сформирован курс на будущее. И все политические силы, конечно, к этим выборам готовятся и власть. В том числе, ну власть в первую очередь готовится не столько через попытку провести сильных кандидатов, которые могут бороться, а усиление административного давления на оппозицию, с другой стороны, создание для себя наиболее благоприятных условий введения избирательной кампании. Поэтому, конечно, вот этот вот закон, который позволяет три дня проводить голосование, конечно, он призван помочь власти сохранить контрольные пакеты голосов. Вы правильно отметили, что со следующих выборов эта норма не распространяется на выборы 13 сентября. Будет работать такая норма, когда наблюдатели могут на участок иметь статус наблюдателя, только в том случае, если они обладают активным избирательным правом на территории субъекта Российской Федерации, где проходят выборы. Что это значит? Что мы не можем своих партийцев из соседнего региона привести наблюдателями для того, чтобы закрыть избирательные участки, помочь в регионе, где у нас проходят выборы. Почему это было сделано? Потому что Лась посмотрела в Иркутске, когда Левченко был избран губернатором, помимо нашего партийного актива, общественников из Иркутска, приехала представитель многих регионов соседних, поддержали, помогли. То же самое было в Хакасии. Тогда фактически власть делала все, чтобы сорвать выборы, когда там все кандидаты снялись, остался один Коновалов, и власть хотела сделать все, чтобы голосующих против было больше, чем голосующих за Коновалова. Была развернута мощнейшая информационная кампания с привлечением в том числе и федеральных средств массовой информации. И, конечно, стояла задача изменения воли изъявления населения, это я так мягко скажу, на избирательных участках. Но когда в республику приехало почти тысяча наблюдателей со всей Сибири, из Кемерово, из республики Алтай, Алтайского края, Новосибирска, Иркутска, приехали наши активисты из Москвы, перекрыли все участки, ничего не смогли сделать. А сейчас, если бы эта норма работала, мы не могли бы их привести. Поэтому понятно, что власть, видя, из-за чего они не смогли отманипулировать и проиграли, начинает придумывать эти правила. Но это такое жульничество, это такое шулерство, оно для многих становится очевидным, это все вызывает неприятие. Поэтому, ну, слушайте, можно тут схитрить, там что-то жульничать, но все равно когда-то эта дорожка приведет к определенным последствиям. Поэтому, но для нас это определенный тоже вызов. То есть мы четко понимаем, раз в три дня голосования, значит, у нас в три раза должно быть больше наблюдателей, людей, которые готовы вместитесь с нами. Значит, надо активизировать эту работу. Я благодарен нашим партийным организациям, что они эту работу ведут. Кстати, мы недавно проводили видеосовещание, большое по выборам. Геннадий Андреевич Зюганов, лидер нашей партии, выступал и поставил жесткую задачу. Перекрыть все избирательные участки. Наши наблюдатели будут в том числе и ночью дежурить около этих избирательных участков, чтобы не допустить, чтобы на них пришли неустанованные лица, попытались вот эти поменять конверты, вот эти сейф-пакеты, которые хранятся, значит, в бюллетене досрочно проголосовавших. Значит, нас пытаются по юридическим причинам отстранять кандидата, по совершенно надуманным причинам. Значит, надо усилить юридическую службу и привлечь больше независимых адвокатов, юристов, которые будут помогать. Эту работу мы ведем. То есть, в принципе, когда вводили муниципальный фильтр, Владимир говорил, никто не преодолел. Мы везде преодолели. Вот если вы посмотрите пять регионов, где мы сейчас не смогли зарегистрировать своих кандидатов в губернаторы, мы везде, ну, наверное, кроме Ленинградской области, собрали необходимое количество подписей. Ну, где-то они, как в республике Коми, их задвоили, где-то установили непреодолимые барьеры для, как бы, фильтра верхнего уровня, географического признака, когда там четыре пятых муниципалитета надо собрать, абсолютное число голосов. Ну, а где-то, где они вообще понимали, что мы пройдем это, Севастополь и еврейский автономный округ прошли просто на беспрецедентные шаги, самораспустили советы, чтобы наши депутаты утратили полномочия и не могли бы отдать подписи за наших кандидатов. Ну, это вообще уже за гранью добра и зла, это, конечно, полное безобразие. Мы и в Конституционный суд соответствующие материалы готовим, и в суды пойдем, и будем, конечно, придавать максимальные огласки вот эти вот провластные махинации. А вот вы как раз предлагали эти провластные махинации выборные приравнять госизмене. Вы планируете такой законопроект разработать? Слушайте, я это, да, я хочу сказать, это не просто там что-то, какое-то спонтанное выступление. Нет, действительно, мы считаем, что вот эти вот махинации на выборах, нарушение федерального законодательства, уголовного законодательства должно иметь более серьезные последствия. Это фактически насительственный захват власти, это государственная измена со всеми вытекающими последствиями, как сроком давности, чтобы эти люди, которые пытаются сейчас нарушать действующее законодательство, уголовное право, понимали, что срок давности будет приличный. С другой стороны, мы считаем, что нужно остановить более жесткую ответственность, потому что даже там, где ловили за руку, где удалось доказать фальсификации, ну, наказание ниже низшего, да, там, в лучшем случае какой-то штраф и увольнение с должности. Слушайте, а это фактически захват власти. То есть избирают одного человека, а какие-то неуполномоченные на то люди, используя свое должностное положение, членов избирательных комиссий, там, должностных лиц, это заявление меняют и передают власть человеку, которого не избирало население. То есть нарушаются все нормы и морали права, и вообще здравого смысла. Поэтому эти люди должны понимать, наказание будет неотвратимо. Те, кто выносят неправовые решения в судах, и эти судьи тоже должны понимать. Если я нарушил клятву судебную, если я выношу неправосудное решение, нарушаю действующее законодательство по команде откуда-то сверху, то все равно ответственность придет. Вот это очень принципиально. Неотвратимость наказания и строгость наказания, это является ключевой, которая позволит, ну, уберечь этого человека, потому что когда-то его судьба может пойти совершенно не по тому сценарию, как он рассчитывал. Юрий Вячеславович, вот вы уже обмолвились о своей поездке в Иркутскую область. Расскажите, пожалуйста, как там настроение электората? Ведь КПРФ выставила нового статусного кандидата Михаила Щапова. Как к нему народ относится? На самом деле на выборы идет большая команда, которая формировала Сергей Юрьевичем Левченко, нашим первым секретарем регионального отделения. Он был губернатором Иркутской области, очень узнаваемый, известный политик. И Михаил Щапов действительно достойно представляет регион не только в Государственной Думе, как кандидат-одномандатник, он на прошлых выборах в сложной борьбе выиграл одномандатный округ, это показывает все-таки серьезное доверие населения, но и активно включился в избирательную кампанию, и считаем, что вот те наработки, которые были в Иркутской области достигнуты в период губернации Стрелевченко, они будут развиваться, если Михаил Щапов победит на выборах. Опять же, против него используют технологии, выставили Щадова, Щадов, Щапов, чтобы люди перепутали, опять всякие спойлеры из так называемой партии КПСС. То есть, технологические приемы, они действуют, но наша команда идет уверенно. Мы сейчас поставили задачу более 6 тысяч наблюдателей направить на избирательные участки, чтобы полностью перекрыть возможности фальсификации. Мы чувствуем поддержку населения. Конечно, борьба будет непростая, но я считаю, что за такими людьми, как Михаил Щапов, это будущее. Он имеет и хозяйственный опыт, он имеет управленческий опыт, он имеет опыт работы депутатов законодательного собрания, знает региональную политику. Здесь Государственная Дума прекрасно представляет интересы Иркутской области, часто выступает, прекрасные, значит, материалы, связанные с его депутатской деятельностью, представил жителям региона, чтобы они видели реальные дела, а не просто какие-то красивые лозунги, слова. Поэтому я думаю, что перспективы большие. И вот в ходе этих выборов и на ближайшую перспективу. Но вот Иркутская область, это сейчас особенно потенциально протестный регион в связи с 254-м законом о сплошной вырубке леса на Байкале. Как КПРФ в целом и ЩАПа в частности планируют отстаивать интересы жителей при Байкале? Ну, смотрите, к сожалению, вот этот вот в спешке принятый законопроект еще не до конца известен гражданам. Если вот даже посмотреть на то крупное совещание, которое мы проводили в Иркутской области и те встречи с жителями, то, конечно, во многом в принятии этого закона, который нарушает с нашей точки зрения возможный экологический баланс на этом уникальном шемчужине, оно вообще мировое достояние, на самом деле, Байкалово. Это достояние не только нашей страны и всего народа, но и мировое достояние. Народ об этом мало знает, потому что вот эти к чему могут привести вырубки леса, почему отменяется государственная экологическая экспертиза на этот период, и как, значит, без государственной экологической экспертизы могут проходить какие-то строительные мероприятия. То есть очень много вопросов, но на самом деле у населения есть недоверие. Если это не зарегламентированно, отдается на откуп или правительству Российской Федерации или региональным властям, то возможно злоупотребление. Поэтому мы основной вывод сделали какой? Первое. Как только с каникулы вернется Государственная Дума, мы поставим вопрос об отмене этого закона, ну, в той форме, как он принимался. Мы не против технологического развития страны, мы не против развития транспортной инфраструктуры, но должны понимать, для чего это происходит, в интересах кого это служит. Если это в интересах сырьевых компаний, которым нужна транспортировка наших природных ресурсов за рубеж, не платя фактически никаких налогов в стране, или же завоз дешевого переработанного сырья для получения прибыли, это одна история. Это неинтересно народу. Если мы все эти природные ресурсы будем использовать в интересах наших жителей, если они будут служить интересам людей, это дорогой вопрос, но оно не должно нарушать экологический баланс. Поэтому эта борьба будет продолжена. Второе. Мы договорились обязательно в рамках Государственной Думы широко обсудить эту тему, потому что закон принимался практически без обсуждения, только на заседании комитета и заседании Госдумы. А где общественность, где экологи, где крупнейшее научное сообщество? Я ведь знаю, что, например, к тому же президенту Путину Владимиру Владимировичу обратились два научных совета экологических, академики подписались с просьбой наложить вето на этот закон, как еще не проработанный, сырой и представляющий угрозу экологической безопасности нашей страны. То есть это же не мы что-то придумали, это действительно ученые, они не являются членами КПРФ, а не просто те, кто переживают. После поездки на Байкал, после общения с нашими иркутскими товарищами, ну, в СМИ это вышло, я получил много звонков, обращений от экологов со всей страны, которые готовы присоединиться к нашей борьбе. Поэтому эта тема будет звучать очень ярко на федеральном уровне, и мы не собираемся давать возможности злоупотреблять какими-то полномочиями власти. И мы считаем, что если какие-то процессы будут идти, они должны идти под колоссальным общественным контролем, чтобы все эти процессы не наносили урона общественной экологической среде. Поэтому давайте вместе это тоже и показывать, и рассказывать, и привлекать внимание. Байкал, он же под протекцией ЮНЕСКО, еще это дело международное. Конечно, опять же, ЮНЕСКО, насколько я понимаю, никто не спросил, хотя действительно это такая организация, которая не политизирована, которая всегда очень бережно относилась и относится к тем огромным количествам и природных исторических мест, которые есть в нашей стране. Поэтому я думаю, что и роль ЮНЕСКО в этом процессе тоже должна быть ключевой. Юрий Вячеславович, не могу не спросить про Беларусь у вас. Вот буквально пару вопросов. Скажите, пожалуйста, возможно ли экстраполяция этого конфликта на нашу российскую действительность? Ну, понимаете, события в Беларуси, действительно, они для каждого из жителей нашей страны, русских людей, они являются болезненным явлением. Потому что, например, я считаю, что мы с Беларусьми, братья, что у нас даже и с юридической точки зрения в рамках единого союзного государства есть общее пространство. Я считаю, для меня Минск, Витебск, Могилев, это такие же родные места, как я считаю, что для Беларуса это Москва, там, не знаю, моя родная Тула или тоже Байкал. Мы живем в единой общности, нас не разъединили так сильно, как с другими республиками бывшего Советского Союза. Мы говорим практически все на одном языке, на русском языке. Если вы даже увидите вот этих лидеров оппозиции, они там на Западе пытаются с акцентом и не очень удачно говорить на английском, но на самом деле-то они в реальной жизни говорят на русском языке, но, с другой стороны, они там одна из программных целей, их запрет русского языка, что вызывает вообще серьезное уделение. Вопросы-то более глубокие. На самом деле, этот процесс, он действительно, что сейчас происходит, и кто манипулирует людьми, я не буду вдаваться в подробности, почему это происходит, как это происходит, если для этого какие-то предпосылки. Но хотел бы сказать, вот эскалация конфликта в Беларуси, это попытка отделить белорусский народ от русского народа, как было удачно реализовано это на Украине. Да, причем, на самом деле, связи-то остались просто на границах с Российской Федерацией, власть захватили, прозападные силы, которые являются реальными марионетками или Запада, или Соединенных Штатов Америки. Та же самая процесс идет и в Беларуси. Когда люди протестуют, выходят с национальными флагами, можно понять, потому что они действуют и в рамках Конституции, они уважают свою страну. Когда протестующие выходят с флагами, которые в восприятии целого поколения Великой Отечественной войны воспринимаются как флаг тех людей, которые в том числе осуществляли карательные операции на территории Беларуси, то возникает вопрос. И молодые ребята и девчонки, которые есть, они, наверное, даже не знают историю этого флага. Но им этот флаг дали, им сказали. Конечно, какие-то социальные и политические проблемы есть. И тот же Лукашенко правильно недавно заявил, что необходима конституционная реформа. То есть он заявил, что необходимы изменения. Но сказать, ребят, все, я ухожу, выберите власть и ведите куда хотите, это была бы большая ошибка. И правильно, что Лукашенко четко исходит из той Конституции, которая действует в стране. С другой стороны, еще надо посмотреть на очень важный аспект, а вообще, что предлагает так называемый Коррадиционный Совет, который себя представляет как лидеров этого всего протестного движения. Они совершенно предлагают антироссийскую, такую прозападную повестку. Хотя большинство жителей Беларуси, я уверен, среди этих тысяч митингующих, которые выходят, тоже большинство поддерживают Братский Союз России и Беларуси. Просто им кто-то вышел против того, что была использована сила против, у кого-то там под этот замес попали близкие, родственники, друзья. Кого-то информационно была подготовка проведена очень большая. Но они выступают за союз. А так называемые лидеры этой оппозиции, они говорят, нужно распродать все предприятия белорусские в частные руки. Без участия России приватизация. Мы знаем, чем завершилась приватизация. Население Российской Федерации в 90-е потеряло все. Олигархат приобрел огромные богатства. Почему не хотят, чтобы Россия участвовала? Потому что если будет участвовать Запад, то эти предприятия, тот же МААС, БелАС и так далее, не нужны. Потому что есть конкуренты на Западе. Просто эти предприятия из-за бесценных будут скуплены и уничтожены. И Беларусь может пойти по тому же сценарию развития экономического, по которому пошла та же Латвия или Литва, где треть населения уехала, где полностью разрушена экономика и сидят только на западных дотациях. Они предлагают запретить русский язык как государственный язык. Разорвать все отношения в рамках АДКБ, в рамках союзного государства и так далее. Потом быстренько они эту программу спрятали, потому что поняли, что идет колоссальное возмущение среди даже их сторонников. Потому что большая часть белорусского народа ориентирована на Россию, на тысячелетнюю историческую общность. Самое главное, экономические связи у нас 70% экономик интегрированы. И Беларусь нормально развиваться без этого не может. Поэтому вот это очень сложный процесс. Я уверен, что ситуация в Беларуси стабилизируется. Я уверен, что вот этот правильный вектор Лукашенко, который заявил о необходимости конституционной реформы процессов демократизации, но не под давлением Запада или под давлением улиц, а реальные изменения, которые приведут к нормализации ситуации. Они произойдут. У нашей партии совершенно здесь принципиальная государственная позиция. С ней выступил Геннадий Андреевич. Он не раз об этом говорил. Кстати, она, наверное, прозвучала ярче, чем у всех других политических сил. Потому что я даже смотрел выпуски федеральных телеканалов. Наши эксперты туда-сюда. И Лукашенко обвиняют. И белорусы, дескать, не так. И здесь не так. И так далее. У нас позиции здесь государственные. Братский российский белорусский союз должен укрепляться. Мы не можем позволить на границах с Российской Федерацией, с белорусского народа, сделать враждебный народ, как это сделали западные спецслужбы на территории Украины. И что пытаются вбивать в голову украинскому народу. И мы должны здесь нести ответственность. И здесь нужно проявлять твердость и стойкость. Ну, то есть вы считаете, что основной движущий механизм вот этих вот всех протестов это прозападные силы, а не запрос общества на перемены? Слушайте, запрос общества всегда присутствует. И в белорусском обществе этот запрос обязательно присутствует. Но дело, что этот запрос выражается в ходе мирных акций протеста, которые в последнее время стали носить мирный характер. А другое дело попытки организации стычек с полицией, с милицией, провоцирования вооруженного. То есть мы же прекрасно понимаем, какие сценарии, и на одну копирку как реализовываться. Поэтому, конечно, без желания внутренних изменений и готовности такое количество людей бы не вышло на улицы, очевидно. Но мы должны очевидно и тоже четко понимать, что эти все процессы, они управляются из одного центра. Этот центр находится в Литве, этот центр находится в Польше. Мы понимаем, что Литва и Польша — это не самостоятельные политические субъекты, а проводят политику Соединенных Штатов Америки, в том числе и западных спецслужб. Поэтому вот это вот желание определенных изменений, оно подогревается с одной целью — свергнуть действующего президента и поменять вектор развития Беларуси на антироссийский вектор. Согласны с этим белорусский народ? Не согласны. Ну, это согласны жители России? Не согласны. Выбор окончательный должен быть за жителями Беларуси. И вот этот вот путь конституционной реформы, о которой сказал Лукашенко, — это правильный путь. Но сейчас хотят просто неправовым путем все это смести, захватить власть и править от имени народа. Какой конституционный законодательный путь был у Порошенко, когда он приходил в власть? Антиконституционный. Фактически майданный переворот. Им понравилось, получилось на Украине. Теперь решили устроить Беларусь и создать вот эту вот точку напряжения с Российской Федерацией. Но белорусский народ — очень мудрый народ. Там очень много грамотных людей. Я думаю, что вот это вот действительно где-то обида, где-то непонимание, где-то желание перемен. Они играют определенную роль, но они в решении судьбы белорусского народа все-таки восторжествуют здравый смысл. Ведь вы, если вспомните историю, многие люди в конце 80-х действительно тоже хотели изменений в нашей стране. Хотели демократизации, хотели, чтобы человек имел большую возможность реализовать себя в рамках государства. Но никто не хотел разрушения Советского Союза. И люди выходили, не понимая, к чему это все ведет. А потом разрушился Советский Союз. И, наверное, 4-5 тех, кто тогда выходил на митинги, поняли, что они оказались обворованы, что те социальные гарантии были утрачены, что они не стали, как Ельцин говорил, никто из них собственником, а все активы захватили олигархи. То же самое Белоруссия. Огромный промышленный потенциал, сильное сельское хозяйство. Если наши друзья белорусы, которые выходят на митинги, считают, что они будут владеть этой собственностью, поверьте мне, они владеть этой собственностью не будут. Будут владеть западной олигархической компанией, которая поставит сейчас белорусов в позицию наемной рабочей силы. Поэтому изменения нужны. Курс изменений Лукашенко заявил, конституционная реформа. Но надо не допустить, чтобы кукловоды, которые хотят захватить Белоруссию и повернуть вектор развития Белоруссии против России, они восторжествовали. Здесь позиция КПРФ, наверное, я думаю, что Геннадий Андреевич позвучала наиболее твердо и ярко за последнее время. Ну вот смотрите, спусковым крючком конфликта стали вот эти знаменитые 80% Лукашенко. Наша власть усвоит этот урок белорусский на грядущих выборах? Слушайте, ну опять же, мне тяжело судить. Я прекрасно понимаю, что, конечно, уровень голосования и поддержки на разных территориях по-разному. Конечно, например, скорее всего, голосование в Гродно было электорально несколько другим, чем голосование в той же Могилевской или Гомельских областях, которые и однозначно поддерживают тот курс, который проводит сейчас Лукашенко. И вот даже митинги в поддержку Лукашенко, оппозиционные митинги, они показали соотношение сил на этих территориях. Но вопрос не в процентах. Вопрос в том, что любой здравомыслящий человек должен исходить из тех ошибок, которые допущены. И любой, даже самый великий политик, не застрахован от ошибок. Я думаю, что сейчас уже по прошествии какого-то времени даже из уст Лукашенко тоже звучали слова, что я подношу извинения за, может быть, часто чрезмерные и жестокие действия силовиков по разгону и так далее. Вы если посмотрите, то там после вот этих столкновений уже и действия милиции совершенно другие были. Никто там уже никого не разгонял и дали возможность, даже несмотря на нарушение правил общественного порядка, проводить вот эти мощные минифестации в Минске. И большинство граждан, конечно, не готовы выступать каким-то живым щитом в руках каких-то прозападных сил. Они выходят на мирные демонстрации, не выступают в конфликты с правоохранителями и так далее. То есть накал был, а сценарий-то понятно. Такой сценарий реализовывали у нас в 1993 году, когда был расстрел в Верховном Совете. Были провокаторы с разных сторон. Были снайперы, которые стреляли и по ОМОНу, и по защитникам Белого дома, чтобы спровоцировать конфликт. То есть как вы до конца не разобрались, а точнее уже очевидно, что происходило на Майдане. Кто виновник гибели ряда людей, так называемой Небесной сотни, когда непонятные снайперы из гостиницы Украины, откуда они появились и так далее, стреляли. И по правоохранителям украинским, и по участникам этого Майдана. Тоже спровоцировать конфликт, спровоцировать кровь. А там, понятно, уже желание мести, с одной и с другой стороны, приводит к самым тяжелым последствиям. Вот этот момент был. Хорошо этот момент был остановлен. И жители митингующие проявили мудрость, что не нужна эскалация конфликта, не нужны лишние жертвы. И власть признала, что применять силу возможно только в условиях вооруженного конфликта. То есть это вот такая возможность уже на уровне гражданского общества, без всяких посредников. Вот белорусскому народу не нужны какие-то посредники. Я считаю, что они сами могут разобраться у себя на родине. А то у нас тут уже из Литвы посредники, из США посредники и так далее. А для России надо проявить просто принципиальность. Если мы союзные государства, давайте помогать нашим братьям. Это не в ущерб жителям страны. Наоборот, это поддержка Белоруссии, экономическая поддержка Белоруссии прежде всего, в том числе и по установлению тарифов на газ и так далее. Это взаимовыгодное сотрудничество. И в области экономики, самое главное, в области обороны. Слушайте, ну, дашь на дашь в мировой политике работать невозможно. Есть интерес. Это история всей и мировой дипломатии, и военного дела, и так далее. Когда мы там считаем копейки, а мы вам так, а вы здесь, и так далее, то это приводит к таким последствиям. Поэтому и российской власти тоже надо серьезно посмотреть. Совершенно правильно, что президент Российской Федерации сейчас находится в постоянном диалоге с Лукашенко, что заявлено о усилении экономической интеграции. Но, опять же, жители страны, белорусский народ сам без каких-то посредников может принять все грамотные решения по будущему развитию страны. Настрой населения такой, союзу с Россией быть. А для чего Лукашенко была нужна вот эта демонстративная проходка с оружием? Слушайте, ну, опять же, вы, я там оцениваю действия, тем более, как действующий политик президента соседнего государства, не могу. Ну, понятно, ситуация сложная. Понятно, что, я так понимаю, что и в спецслужбе есть информация о там разного рода возможных провокациях, да. Ну, в определенной мере, знаете, так, все по-разному отнеслись. Но, знаете, вот так, я даже так уже лично оцениваю, да, с автоматом, но без магазина. То есть, ребят, мы сильны, но мы стрелять не собираемся, да. То есть, вот автомат, вот эту ситуацию по-разному. Я вот, например, вспоминаю, как, ребят, у нас есть мощь, потому что, действительно, армия, милиция, правоохранители, они поддерживают, потому что видят, кто на той стороне кукловоды. Они за белорусский народ, они, я думаю, что за тех ребят, девчонок, которые мирно хотят изменений, но против кукловодов, которые хотят белорусскую государственность фактически уничтожить. И вот это символический жест. Ребят, мы сильны, но патронов нет, магазина нет, стрелять не будем. Я, например, воспринял так, а не какой-то воинственный жест. Спасибо вам большое, Юрий Вячеславович, за беседу. Спасибо большое. Это была открытая студия и депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин. И я, Анастасия Макарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова